В чем смысл жизни? Вот мы наконец-то добрались до победителя нашей прошлой викторины, нашего аукциона самарского помойного. Давайте же посмотрим это видео. Есть такие вопросы, которые неприлично задавать трезвому человеку. Ну, например, ты меня уважаешь? Конечно, уважаю. Хоть ты обливал мне дорожку в прихожей и заснул на унитазе. В тебе, потный, разящий угаром обрыга, есть что-то грациозное. Или в чем смысл жизни? Трезвые побрезгуют отвечать на такие вопросы. Какой нахрен смысл? У меня 4 кредита и 5 недосмотренных сериалов в закладках. Чему эта кухонная болтовня? Для чего ты живешь, эта кухонная болтовня? Почему русскому некогда оторваться от телевизорной сиськи и ответить самому себе на простой вопрос? Кто и с какой целью подарил тебе жизнь? Тебе же не дают кредит в банке просто так, не пихают в карманы зарплату. Нечаянно. Просто потому, что ты проходил мимо. Почему же люди думают, что жизнь – это бесхозная халява, которая достается всем подряд за бесплатно? Там в космосе некая сила 6 миллиардов лет надрывалась, чтобы сконструировать меня, но взамен ей ничего не нужно. Вот у банковского кредита есть четкая цель – вернуть в два раза больше средств. Можешь, конечно, поприкидываться идиотом, что ты об этом не знал, сесть на табуретку и специально об этом не думать. Но возвращать деньги все равно придется. Жизнь человеку также дана с конкретной целью. И то, что он старается об этом не думать – это его проблемы. Завтра утром, когда будете чистить зубы и уже выдавите пасту на щетку, замрите на секунду и спросите себя, для чего я встаю по утрам? Кому и чем я обязан за такую возможность? Я не встаю по утрам. Я встаю тогда, когда я проснулся. Но далеко не всегда это утро. Сегодня, например, это был вечер. Это как бы лотерея. Иногда, в ряде случаев, я, когда просыпаюсь, я подхожу к окну и некоторое время пытаюсь понять, какой сейчас вечер или утро. Что я должен делать? Благодарность за это. Большинство, как правило, в ответ промучит что-то невразумительно. Типа, нужно добиться чего-то в жизни. Чего? Ну вот ты почистил рот, пойди добейся. Отпыхтеть смену, убиться пивом и смотреть сериалы – это не цель. Это твой максимум. Еще более тупой ответ обычно дают женщины. Смысл жизни в детях. В чьих детях? В детях Чубайса, на которых ты пашешь три смены на заводе? Или в детях Гитлера? А. Блё, какой, какой кошмар. Осуждаем. Классовая борьба началась неожиданно. Без объявления войны. Твоих детях? То есть, пока ты не родила в прошлом году, получается, все человечество жило бесцельно? Вот это самооценочка. У каждого свой смысл. Само собой. У тебя свой – родить детей. А у Чубайса свой – родить тех, кто твоих детей будет вытирать ноги. Хочется погладить эту девочку по головке и спросить. Неужели на больше у тебя мозгов не хватает? Нельзя заткнуть детьми свою глобальную бесполезность. Рожать – это не смысл жизни. Любая бомжиха считает нужным родить. Воспроизвела ты человека. Молодец. А цель какая? Для чего дана ребенку жизнь? Чтобы в его лице появилась еще одна матка, производящая себе подобных. Вторая копия тебя. Это очень агрессивная сегодня Акобовская пропаганда. В чем же смысл самого жизненного процесса? Вот взять, к примеру, свинью. У нее такие же цели – родить и воспитать потомство. Так чем мы от свиньи отличаемся? Бомжиха-то родит, но воспитает ли? Ну тебя воспитали. И что? На вопрос о смысле жизни ты прикрываешься маткой. В чем тут воспитание? И так понятно, что дети – это счастье, и что они нужны. Или мужская версия. Смысл жизни в том, чтобы обеспечить себе достойную жизнь. А как это достойно? Видимо, это когда у тебя денег побольше, чем у других. Допустим, ты хапнул миллион. И что? Как тратить будешь? Больше корыта каши все равно не съесть. Дворец построишь из золота. Пожрешь фуагры, намажешь китайскую панду на булку. А смысл этого? Под достойным существованием ты, очевидно, имел в виду не достоинство, а харчи. Ну так обеспечь себя харчами. В чем проблема? Нет. Деньги – это сытость, стабильность, безопасность и спокойствие за близких. А какой еще может быть смысл жизни? Вернемся к свинье. Свинья сыта? Сыта. Чувствует себя в безопасности. Бля, а знаете, почему у него такие примеры постоянно? Потому что он как бы наполовину хохол из Восточной Украины, культурные горизонты которого ограничиваются чтением кобовских агиток и его участием в проекте Дом-2. То есть у жителей Малороссии у них какая-то болезненная фиксация на свиньях, который меня пугает, если честно. В опасности. Абсолютно. Каким-то удивительным образом перестать быть свиньей и стать человеком. На первый взгляд это может быть звучит как абстрактная болтовня. Стать человеком – это как вообще? Как это сделать? Вот сидишь ты за кухонным столом. Какие конкретные действия прямо сейчас сделают тебя из свиньи человеком? Станешь бедным? Наоборот, нищебродствоваясь – признак скотины. Только скот позволяет превращать себя в бедняка. Человек не мирится с положением перпилы, о которого банкиры и олигархи всякие вытирают член. Человек живет в достатке. Только достаток – это не свитки с золотом и шалавы на лабутенах. Достаток – это маленькая аккуратненькая кучка денег, которая обеспечивает тебе продуктивную, честную и предельно интересную жизнь, достойную человека. Вопрос лишь в том, что же такое этот человек, которым нужно стать. И как это сделать? По пунктам. Все люди на планете Земля по типу психики делятся на четыре подвида, на четыре породы. И поделены они на эти породы не просто так. Это имеет глубочайший смысл для всех, но в первую очередь для тех, кому этими семью миллиардами продуктивных маток населением Земли приходится управлять. От того, какой именно из этих четырех психик человек обладает, зависит его гарантированное поведение. Все, что он когда-либо делал, делает сейчас или гарантированно сделает в будущем, но пока еще даже не догадывается об этом. Вот по поводу детей, которых мы тут обсуждали. В реальности их воспитание, их будущее, зависит не от того, в какой колледж они пойдут учиться, и что ты им там навешаешь на уши про любовь и взаимопонимание и прочую имбицельно-стаканную жизненную мудрость. От того, какой у тебя, матери, строй психики. Именно его наследует ребенок. Так вот, первый из четырех строй психики – это животные. Скоты на вид похоже... Какая охуебная классификация. Да. Кстати, о фиксации на свиньих. Из-за ужаса на спине вы обнаружите одну странность в их поведении. Принимая решение, мозг скотов отключает некоторые ветви психики, из-за чего у человека блокируется и намертво запечатывается воля, как у свиней или собак. И человека-животное по жизни действует безвольно, на основе рефлексов и инстинктов. Чтобы такого скота к чему-то принудить, его не нужно убеждать, распинаться перед ним, хитрить. Он сам все сделает под давлением рефлексов. Достаточно подсыпать корму и создавать голубые тропинки, по которым скоту разрешается ходить. Поддерживать у него страх, а когда оно ничего не нарушает – чувство комфорта. Стакан, порнуха и сериал на ночь – достаточная мотивация для подавляющего большинства скотов. Можно вывезти мальчика из деревни, но нельзя вывезти деревню из мальчика. И лапшу про детей. И за это он будет работать холодной землянке, по макушку в говне, от заката до зари, пока не учует лазейку, через которую можно высказнуть из этого инферно. Ибо скоты по природе ленивы, а работать – это пытка. Но в этот момент он получает от тебя по свиному рылу и возвращается обратно в хлев. И такими примитивными маневрами человеческую свинью можно заставить делать что угодно. Даже самую извращенную задачу, даже самоубийственную, она выполнит безропотно и покорно, так как силу воли она задействовать не способна, а равно не способна и подавлять инстинкты. Понятно, что у такой особи круг интересов ограничен харчами и продолжением рода. Имея это, она упивается примитивными наслаждениями, типа телевизора и табака, а в остальное время вкалывает с хрустом позвоночника, с поросячим визгом за эти харчи и плывет по течению жизни туда, куда ведут голубые дорожки. Свинья ли я? Должен был возникнуть вопрос у вас в голове. Это вам решать, я лишь описываю. Он ненавидит свою аудиторию. Ты 100% свинья, если по жизни придерживаешься общественных норм, исключительно тогда, когда невозможно их нарушить, не получив за это порылу. То есть, там, где нужно нести ответственность за поступки, свинья ведет себя прилично. Но как только где-то появляется лазейка, она уже тут как тут, начинает беспредельничать. Если дать свинье жменьку желудей, взамен на ее согласие открыть по соседству свинозабойный цех, она не удержится и набросится на желуди, ибо подавлять рефлексы психическая свинья не способна. Итак, животные строй психики – это рефлексы, инстинкты и отсутствие силы воли. Воля заблокирована, не сопротивляется животным алгоритмам, и на человека брушивается инстинктивное поведение, решения принимаются рефлекторно. И это не какая-то абстракция, как знаете эти ничего не значащие гейские словечки «сангвиник», «холерик», «меланхолик» – это педерастическая болтовня. У-у-у, педерасты придумали типы темперамента. А вот свинья – реальное состояние человека, в которое он реально впадает, и которое можно математически изменить. Ну, тогда можно сказать, что это зоофильская болтовня, по аналогии с педеристической болтовнью. Не думайте только, что животные – это лишь те, кто ссут в лифтах и насилуют пьяных девок. Это также и те, кого насилуют, финансово и культурно. То есть те, кто терпит, кто живет по-скотски, но ничего не предпринимает, успокаиваясь тем, что, мол, в корыте еще есть еда, а жить в помоях можно и попривыкнуть. Скотт – это самый распространенный строй психики. В любом обществе таких людей около 65%. Просячая психика, кстати, вовсе не означает, что человек слабоумный. Свинья ходит на работу, как все, пишет коды для приложений, ведет блог в интернете. Внешне она мимикрирует поднормального человека и при свидетелях подавляет свинскую личину, так как она надрессирована, а также зажата со всех сторон невидимыми ограничителями. Второй тип психики – зомби. Ну, слушай, зато, по крайней мере, есть интриги в этом видео, потому что мне уже интересно про четвертый тип, например. Зомби, который швыряет из стороны в сторону ураганами рефлексов. Зомби дисциплинированы и подчиняются программам поведения. Эти программы постоянно атакуют человека, парализуют его психику и задают ему, как кукле, нужное поведение, как мясорубка с хрустом, дробя, фарш, не только поросячьи инстинкты, но и рассудок носителя. То есть на каждый случай у человека-зомби предусмотрена инструкция поведения, а если ее нет, зомби впадает в ступор, в панику, ему некомфортно. В чате спрашивают, откуда вся эта охуенная социология. Ну, из кобовских агиток, то есть это концепция общественной безопасности, концептуальная партия единения, генерал Петров, то есть вот это все. Они, кстати, даже с Рыбниковым пытались коллаборировать, они его приглашали, он для них читал лекции. ...решение для него хуже смерти. Идя по улице, зомби ежесекундно сопоставляют реальность с программами. И если мир в чем-то противоречит им, зомби корректируют такую реальность, либо вообще отвергают ее. Малейшие посягательства на программу повергают зомби за логическую ярость. Те, кто внушает носителю зомбизма эти установки, могут делать с ним все что угодно, встать рядом и ссать ему на ботинки, вытерев обосанные пальцы бедняге о лицо. Зомби лишь восхититься такой мудрости, решит, что за этим стоит какая-то стратегия, которую ему пока не дано понять. Взять, к примеру, офисного хомяка под пиндосника, который восхищается Америкой. Офисный хомяк под пиндосник. Это надо в зоомагазине. Типа, вы знаете, я хочу приобрести хомяка. А вы какую породу хомяка? Вы хотите под пиндосника? И по любому поводу харкает на Россию. Ему вытирает сакия лицо западная банковская аристократия, вынуждая его по 7 часов в день, горбатиться на экономику США и лишь один час на себя. Но с оплывшим от умиления рылом он будет утираться любыми плевками, которые приносят ветер со стороны Америки, и восторгаться сияющим Западом. Думаете, он любит США? Нет, у него программа. А ежели ты ненавидишь США, для тебя другая программа. Впадать в поросячий восторг перед СССР. Причем первых и вторых натравливают друг на друга. Красных зомби, марксизмоботов, натравливают на голубых зомби, любителей педерастического Запада. А нормальным русским, как обычно, хлебать из этого корыта, донося до народов правду жизни уже с помощью артиллерии. Повторюсь, у зомби на любую ситуацию имеется инструкция. А если вдруг инструкции нет... Блядь, это какой-то, знаете, это трэш-смэш, который читал другие книги. То есть, вот как бы есть трэш-смэш, который лево-либерал, а есть его, не знаю, злой брат-близнец из параллельной вселенной. И вот его мы сейчас смотрим. Происходит разрыв шаблона, и человек впадает в прострацию. Зомби не любят принимать решения. Напряжение интеллекта причиняет стресс. Задачи, требующие творческого подхода, малейшего выхода из зоны комфорта. Это адские пытки для него. И зомби тут же увиливает от таких задач обратно в зону инструкций. Зомби не просто удобны для хозяев. Это настоящий подарок. Не, ну я все понимаю. Я не понимаю одного, почему он снимает свои видео в квартире Каджита. То есть, в какой момент Каджит позволил ему арендовать свою квартиру под студию. Зомби не понимает, откуда идут команды. И воспринимает их, как свою же инициативу. Это его решения, выработанные его бесценным жизненным опытом. Помимо прочего, зомби – это не только рабы, но и крайне эффективное средство управления скотами. Зомбари, по сути, роботизированные пастухи, управляющие человеческими стадами. Именно зомбическим мышлением обладает чиновничья элита. Кодла дармоедов, пьющих кровь и слизывающих пот с русского мужика. Кнопкодавы, кабинетчики, все эти стервы и собесов с короткими стрижками, не траханные годами, смолячие в коридорах, забыв, что значит быть женщиной. А также пласт офисных хомяков. И вообще всех тех, кто брезгует производительным трудом. И в основном отсиживается на офисных стульях. Зомби питаются продуктами русофобской культуры. То есть псевдоинтеллектуальными помоями. Айн Рент, фон Трир, Бродский, Илон Маск, Маркс, Мунк, Юнг. И само собой, эти ребята считают Столиваров и Токарей быдлом. Хотя в среде самих же Столиваров и Токарей зомби зашкаливают, бродят стадами. Их более 35%. Вопрос, а кто... А как вот он подсчитал, какой процент разных категорий населения присутствует? То есть... Почему именно такое процентное соотношение, а не какое-то другое? Откуда эти цифры? Кто раздает зомбям эти инструкции? Понятно кто. Телевизор. Интернет. На более высоком уровне идеологии, религиозные и концептуальные учения, образовательные системы. Инструкции – это всего-навсего маленькие стереотипики, приказики, корректирующие поведение человека в той или иной ситуации, направляющие его реакции и мнения по любому вопросу, в нужном направлении. Человек получает такие указания с малых лет. Пяти годам ребенок уже от пят... Спрашивает, почему он зомби нарисовал как себя? Ну, потому что он самокритичен, наверное. ...тогда ушей, обвешанный, как елка, инструкциями. Укомплектованные зомби. И действует в дальнейшем по жизни вслепую, опираясь на стереотипы. То есть летит как самолет на автопилоте. Его интеллект законсервирован. Часть детей со временем впадает в скотство, остальные же пребывают в зомбизме до конца жизни. Как вы заметили, если скотов в обществе 65%, а зомби примерно 35%, то на остальные типы психик приходится менее 1%. Правильно, на третий 1%, а на четвертый 0-0-0-0-1. Третий тип – демоны. Эти люди более совершенны. Но, наверное, четвертым-то все-таки должно быть что-то хорошее. А то свиньи, зомби, демоны, блядь. Да, не очень любит он людей, слушайте. ...чем скоты и зомби, так как они, а, подавляют животные инстинкты, б, хотя, с другой стороны, почему не любят хохлы, любят свинину, игнорируют инструкции, а значит, всегда действуют в своих интересах, а не в интересах какого-то внутреннего хозяина. То есть у демонов разблокирована сила воли, и они свободны в мыслях и действиях. Демонов 1%, и они знают, как устроено управление в мировом курятнике, так как они – демоны, сами же его и построили. Именно демоны создают ту самую разветвленную сеть инструкций для зомби и прокладывают голубые дорожки для скотов. Эти люди – фермеры, которые стригут баранов и гонят скотину на убой, отбирают мед у пчел. Только делают они это в отношении людей. Они – хозяева человеческих фабрик, человеководы. 1% демонов – это та маленькая группа людей, которая сидит на вершине мировой пирамиды и дергает за ниточки. Эти действия вызывают глобальные разрушительные последствия, но для скотов и зомби эти действия выглядят, как случайные явления. Буйство природы или стихийные ветра истории, сметающие народы и империи без какой-либо причины. Демоны, в отличие от скотов и зомби, обладают высокой культурой познания и развитым интеллектом. Они воспринимают мир целостно, как единую картину, замкнутую, продуманную систему закономерностей, а не как кашу из случайных фактов, вываленных в одно ведро, как воспринимают мир скоты и зомби, то есть демоны, подавляют инстинкты и рефлексы, игнорируют программы, а чаще сами же их и создают. Имеют свое, реально свое, жесткое мнение, не поддающееся ничему авторитету. Принимают решения на основании, исключительно и только, свободы воли. Можно, конечно, изначально подумать, что это отличный строй психики. А, он верит в свободу, углубить. Идеальный. Воля, самоконтроль, рациональный ум. Однако у демонов есть один изъян, делающий их неполноценными и даже более дефективными, чем скоты, сводящий на нет все их преимущества и, по сути, сбрасывающий этих людей в отстойник психически недоразвитых вырожденцев-дегенератов. Да, у них продвинутая философия познания. Однако демоны, и в этом их беда, не способны вырваться за пределы шкурно-паразитических интересов и потому руководствуются по жизни мировоззрением глобального барыги. То есть они буксуют на ручном тормозе паразитизма и жадности. И это загоняет их на тупиковый ветвь развития, как макак. В историческом масштабе обрекает много... Это ж новый лайфкрафт. Такой талант пропадает. Сколько у него в лоре всего раз. ...писание и вырождение за бесполезность, так как они исторический мусор. То есть демоны, истинные хозяева человеческой будламассы, имея волю и интеллект, используют их не по назначению. Субтитры создавал DimaTorzok